Теперь поговорим о движении в двух измерениях. Два измерения это просто значит, что у вас есть две оси. Ось Х и ось У. То есть вы можете себе представить, что у вас на листе бумаги движется какая-то точка. Вот здесь она была сначала, потом она продвинулась вот сюда, потом вот сюда, вот сюда, вот сюда, неважно. Самое главное, вам нужно понять, что эта точка изменяла как свою ось Х. Вот как она движется по оси Х. Вот как она движется по оси Х. Вот как она движется по оси Х. Допустим, каждую точку я нарисовал через интервал в одну секунду. Первая секунда, вторая секунда, третья секунда, четвертая и так далее. То есть она как-то изменяет свою позицию по Х. Но одновременно с этим она еще изменяет свою позицию по У. И оба эти движения, видите, по У она сначала шла вверх, а потом взяла и пошла вниз, потом опять вернулась вверх. Начала двигаться вверх. Эти движения, они могут быть связаны друг с другом какой-то сложной формулой или легкой формулой. Но самое главное, что мы можем для каждого из них записать отдельно формулу движения. Вот такую для Х, такую для У. Вы видите, что здесь они ничем не отличаются друг от друга, только тем, что Х заменен на У. Одна из этих формул будет говорить о движении по оси Х, а другая формула будет говорить о движении по оси У. И тогда вы можете записать с помощью двух формул любое движение в двухмерной плоскости, то есть любое движение на любом листе. Чтобы описать движение в одномерном плоскости, то есть на линии, вот у вас была линия Х, вам достаточно одной формулы. Чтобы описать движение в двухмерной плоскости, это лист бумаги, вам нужно две формулы уже. Вы можете угадать, что для того, чтобы описать движение в трехмерной плоскости, вам нужно будет три формулы, где у вас будет дополнительная третья ось Z, которая будет описывать так же, ну так же, только движение по третьей оси. Что важно? Что эти два движения по оси Х и по оси У, они могут описываться разными формулами. То есть у вас, например, на оси Х движение может быть не ускоренное, а на оси У движение может быть ускоренное. Да, то есть тогда у вас, ну, например, машина, как мы иногда берем пример, он, значит, машина едет со скоростью 20 метров в секунду. Вот в это направление, это направление оси Х. Да, вот моя ось Х. Вот моя ось У. Я ее выберу вот так. Да, но она падает с обрыва тоже. То есть на мою машину будет действовать скорость по оси Х вот сюда, 20 метров в секунду. Да, когда, если я захочу увидеть ее движение, вот когда она падает с обрыва, я запишу Х от Т равен... Х нулевой у меня равен нулю, видите? Здесь у меня нолик. Ну и начинает падать с обрыва она, когда Х нулевой равен нулю. Поэтому здесь я ставлю ноль. Плюс 20 умножить на Т. Ускорения по оси Х, это очень важно, нету. Да, у меня есть только скорость. Поэтому плюс ноль я пишу. А вот по оси У на него будет действовать другое совершенно движение. Да, во-первых, он находится на какой-то высоте. Эту высоту назовем, ну, пускай будет 10 метров. Да, эта высота будет начальной позицией по У. Поэтому вместо У нулевой я запишу 10. Да, она поднята над нулем, вот здесь точка 0. Она поднята над ним на 10 метров. Да, начальной скорости по оси У, вот с какой скоростью она начинает падать сюда, нету. Он двигается только вправо в начале по оси Х только. По оси У, он ничего, начальной скорости никакой нету. Поэтому здесь я пишу 0. Да, и, наконец, ускорение. Ускорение у него будет, ускорение будет смотреть вниз, и оно будет равно Г. Г, вы знаете, равно 10 метров на секунду в квадрате. И вот здесь очень важный момент. Я написал плюс, а должен был написать минус. Минус, и это очень важный момент, 10Т в квадрате делить на 2. Почему я, ускорение равно не плюс 10, а минус 10? Потому что оно смотрит в противоположном направлении, чем моя ось У. Да, посмотрите. Вот ось У, вот она. Это ось У, и она смотрит вот сюда. Я выбрал, чтобы она смотрела так. Да? А вот зеленым я обозначу ускорение. Вот ускорение, гравитация на него действует вниз. Видите, стрелки противоположны, поэтому мне нужно написать ускорение с отрицательным знаком. Вот мои две формулы, которые описывают движение такой, например, машины. Сила гравитации тянет ее вниз, но начальная скорость дает ей движение вправо. Сила гравитации тянет ее вниз.